Этот карте существует с сетевого года, а его хозяин здесь артезиан. Харизматичный итальянец, прогуливающийся по Сухумской набережной под прицелом видеокамер. В Абхазию приехала телепередача «Поедем, поедим». Съемочная группа уже бывала в нашей стране, а вот новый ведущий программы Федерико Арнальди приехал сюда впервые. Мы побывали в горах, и там было потрясающе. Скалы над обрывами, озеро у вас, правда, один в один, как в Швейцарии. Но надо сказать, что у вас есть еще дополнительная фишка. Я вижу, что у вас прям шикарная живописная архитектура в городе, шикарная природа в горах. Море пока еще не совсем успел увидеть, но думаю, что там тоже все в порядке у вас. Завсегдата и брехаловки приняли итальянца как своего, с удовольствием общаясь и участвуя в съемочном процессе. По словам Федерико, он под большим впечатлением от страны. Своим разнообразием и остротой его удивила национальная кухня. Неожиданностью стал компот из фейхуа, который в Италии выращивают в основном как декоративное растение. А сегодня Федерико впервые в жизни приготовил кофе на песке. Надо оказываться определенными движениями, двигать кофе на песке. В общем, есть нюансы. Но очень интересный был процесс. И, в общем, не знаю, может быть, передам итальянцам, чтобы мы тоже начали так варить кофе. Тем более, сегодня тут за чашкой кофе мы так же, как в Италии, сидим, общаемся, обсуждаем любые темы, долго, расслабленно. За несколько дней пребывания в республике Федерико даже успел выучить пару слов на абхазском языке. Друзья, все СЮЗы в Абхазии так проще запомнить. Каждую субботу в 14.00 на НТВ поедем-поедим с Федерико Арнальдой из Италии и все. Где-то в 21 ноября увидите Абхазию. «Поедем-поедим» – это телевизионное шоу о путешествиях. В своих поездках ведущий знакомится с представителями разных национальностей из разных уголков планеты, осматривает местные достопримечательности и, конечно же, пробует и готовит лучшие блюда национальной кухни. Ведь отношение к еде красноречивее любого рассказчика, может поведать о жизни народа, его обычаях и культуре. Первый день съемочный проходил в Сухоми, после чего на следующий день мы поехали на озеро Рица и дорогу засняли, каньон, Гекский водопад. Особый интерес проявляют российские СМИ, такие передачи к нами, как бы связываются с нами, просят оказать помощь. В эти дни в Абхазии также работает съемочная группа российского телеканала «Моя планета». Художественно-документальный фильм, посвященный Абхазии, будет показан в рамках телепроекта «Кавказский пленник». За короткий срок ведущий проект Андрей Панкратов успел по-настоящему плениться красотой нашей страны и посетить множество интересных мест. Слетать на кукурузнике на Псхум, полюбоваться глубинами Новоафонской пещеры и искупаться в озере Гуараб. Были в море сегодня, на дайвинге, сейчас едем на рафтинг. Видите, у нас очень насыщенная жизнь. Я то, что ожидал, то и увидел, собственно. И от кухни ожидания мои, собственно, оправдались. И от людей, и от страны в целом. Ну, в общем, я не один приехал, я со съемочной группой. И все меня поддержат, скажут, что здесь великолепно. «Моя планета» – круглосуточный познавательный канал о захватывающих путешествиях по неизведанным странам и уголкам планеты. Канал функционирует не так давно, с 2009 года. Однако успел завоевать любовь зрителей своим нестандартным подходом к съемкам. Ребята приехали к нам для того, чтобы, наверное, раскрыть Абхазию по-новому и показать не какие-то брендовые направления, а что-то интересное именно в плане того, что будет привлекать туристов и гостей нашей республики не только на Узерарица, Новый Афон, но и на какие-то другие интересные направления. Спасибо большое всем коллегам, которые участвуют в этих проектах, помогают. То есть все туристическое сообщество очень ярко отзывается, всегда помогают, поддерживают». Сотрудники Министерства туризма Абхазии всячески поддерживают подобные проекты. И надеются, что их будет еще больше. Телепередачу «Поедем, поедим» канала НТВ и телепроект «Кавказский пленник» телезрители смогут увидеть уже этой осенью.